МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Первая школа в селе Нижняя Пёша открыла двери для учеников и учителей. Сегодня на торжественной линейке глава администрации Пёшского сельсовета Галина Смирнова и директор школы Марина Голубина разрезали красную ленту и объявили о первом уроке в новострое. 1 сентября в Нижней Пёше побывала делегация из Наринмара во главе с губернатором Ненецкого округа. Игорь Кошин побывал на торжественной школьной линейке и выяснил, почему учебный год дети встречали в физкультурно-оздоровительном комплексе, а не в новой школе. Чуть более часа на вертолете и среди бескрайней леса тундры выплывает Нижняя Пёша. Гости торопятся. Без них торжественная линейка к дню знаний не начнется. Главные виновники торжества с волнением ждут линейки. Сегодня они вливаются в большую семью под названием «Школа». В этом году она принимает в свои ряды три девочки и семь мальчиков. Очаровательных малышей смущает всеобщее внимание, но к нему надо привыкать. В школе обучаются более сотни детей с первого по одиннадцатый класс, а помогать им будет классный руководитель, выпускница этой же школы Татьяна Рудная. Раньше мы играли в школу, но закончилась игра. Нам завидуют сегодня наши ребята с играми. Учеников и педагогов одной из самых больших школ Ненецкого округа поздравляют гостей. В их числе летчик-космонавт, герой России, бортинженер корабля «Союз-ТМ-25» Александр Лазуткин. У вас есть огромные преимущества. Вы внутри свое держите стержень человека, который преодолевает вот эти все бытовые трудности, природные трудности. И поверьте мне, вам будет намного легче бороться за местным подсолнцем. Глава региона стал почетным гостем на линейке не случайно. Накануне 1 сентября в здании новой школы обнаружились существенные нарушения – непрочные потолочные перекрытия. Торжественную линейку перенесли в физкультурно-оздоровительный комплекс. Самое важное то, что у нас на севере живут очень сильные и мужественные люди. И я уверен, что уж с этим-то недостатками мы дальше же справимся. И господинник Валентинович, прокурор Нинско-Автономного округа, Заполярный район и администрация Нинско-Автономного округа сделает все возможное, чтобы обучение людей действительно было безопасно. После линейки глава региона отправляется в новострой. Чистые коридоры, обставленные классы и учебники на книжных полках говорят о том, что детей тут ждали. Но безопасность учащихся была под сомнением. Об этом Игорь Кошин и его заместители говорили на встрече с педагогами и родителями. Администрация Заполярного района приняла решение не открывать школу до устранения нарушений. Срок поставили на 4 сентября, и рабочая бригада действительно завершила укрепление потолков в классах к понедельнику. На торжественной линейке красная лента была разрезана. Дети переступили порог новой школы. Дети, родители и учителя очень ждали новую школу. С тех пор, как снесли старое здание, учебный процесс проходил в трех местах. В детском саду, пришкольном интернате и Доме культуры. Новое просторное здание позволит объединить начальные, средние и старшие классы. Нужно, чтобы ребенок шел с желанием в эту школу. И поэтому вот этот объем, то есть пространство тоже влияет на успехи ребенка в школе. Анастасия Владыкина, мама первоклассницы Ксении, на 100% уверена в качестве образования, квалификации учителей и подготовке школьников. Но есть некоторые переживания за их безопасность. Очень будем надеяться и ждать, что она будет безопасным для нас местом, уютным. И что они все будут туда приходить с радостью и счастьем, и будут тянуться к знаниям. Укрепление потолочных перекрытий продолжат в учительской и других помещениях, которые на сегодня пока не задействованы. Заполярный район во вторник отправят им необходимые материалы самолетом. Работы будет проводить бригада из числа местных жителей, поскольку подрядчик компания «Солярис» после завершения строительства с объекта ушла. «Солярис» уже, в общем, не один день уже там нет, поэтому тут уже без них. Но потом, конечно, регрессно, поскольку гарантийные обязательства юридически остаются, конечно, мы будем выставлять счет в их адрес. Но, честно говоря, есть сомнения, что это будет реализовано, но мы знаем их сегодня финансовое состояние. Также Заполярный район намерен провести служебное расследование по вопросу качества приема объекта. Распоряжение о готовности стройки выдавало муниципальное казенное учреждение «Северное». Валентина Чибич, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север», Нижняя Пёша. Осень для дорожных строителей – горячая пора. Наринмар-Доримстрой приступил к укладке асфальта на территории нового детского сада в микрорайоне авиаторов. В перечне дорожных работ – асфальтирование детской площадки, основного проезда и тротуарных дорожек. Свои обязательства предприятие выполняет точно в срок. На строящемся объекте побывала наша съемочная группа. Четвертый день работники ДРСУ трудятся на территории строящегося детского сада в микрорайоне авиаторов. Под асфальт уже закатана детская площадка, нижним выравнивающим слоем покрыт основной проезд. На объекте работают 8 человек – машинист асфальтоукладчика, 2 оператора, 3 дорожных рабочих и 2 машиниста катка. В строительстве задействовали работников предприятия из числа местных жителей, тех, кто прошел курсы в многофункциональном центре «Лидер» и повысил свою квалификацию. Бригада по укладке асфальто-бетонной смеси была собрана из числа местных жителей, из числа постоянных работников нашего ДРСУ. Люди-непрофессионалы, которых обучили. И сейчас они занимаются укладкой асфальто-бетонной смеси. Опыт набираются, опыт приходит с годами. Верхний слой толщиной 4 сантиметра дорожники уложат после завершения всех строительных работ на объекте. Внутри здания сегодня заканчивают внутреннюю отделку, устройство инженерных сетей и сантехники. Снаружи продолжается благоустройство. В стадии завершения – монтаж детских площадок. На очереди – устройство травмобезопасного покрытия. В ближайшее время работники ДРСУ закончат строительство тротуарных дорожек. Надо отдать должное на ремножскому ДРСУ. Вырывает срок, хорошо вытягивает. Справились с площадками, заканчивают асфальтирование проездов. В общем, планируем, наверное, на этой неделе общий конвуз закончить по асфальту, по работам. Были риски с сезоном и большим объемом работы ДРСУ. В своей очереди на выполнение работ ждет и чистый город. Предприятию предстоит провести озеленение и придать территории детского сада законченный вид. По словам представителя подрядчика СМУ «Краснодар», руководителя проекта Алексея Левченко, к концу сентября объект будет готов к сдаче в эксплуатацию. Напомню, на сегодняшний день просрочка по контракту составляет 15 дней. Объект должны были сдать не позднее 20 августа. У нас был август, сейчас сентябрь. Да, есть небольшой сдвиг. Ну, вот логистика подвела. Навигация как морская, так и речная. Поэтому, ну, упущенное наверстываемое. После сдачи объекта в эксплуатацию в новое здание переедут два дошкольных образовательных учреждения «Ромашка» и «Родничок». Компания по опережающему завозу топлива в поселение округа к зиме выполнена на 92%. Согласно графику завоза необходимых энергоресурсов в труднодоступной населенной пункта Ненецкого округа, компания по опережающему завозу движется к завершению. Так, доставка угля, дров и масел по реке выполнена на 100%. По данным основного оператора, северного завоза в округе остается доставить дизельное топливо в Макарова, в Великовисочное и Ому, а также уголь, дрова, бензин и смазки в поселок Устькара. Все топливо должно быть завезено предприятием в село Ненецкого округа до 30 сентября. Всего в рамках северного завоза 2017 года «Севержелкомсервис» завезет в село Ненецкого округа более 21 тысячи тонн угля, почти 10 тысяч кубометров дров, 7,5 тысяч тонн дизельного топлива, 69 тонн масел и смазок и 119 тонн бензина. Продолжается подготовка к северному завозу в поселке Амдерма. Торги на поставку энергоресурсов в отдаленный поселок на побережье Баренцево моря Амдерма сервис объявила 25 июля. Победителем стала Ненецкая нефтяная компания. Поставку топлива в населенный пункт компания выполнит в установленный контрактном срок до 30 сентября. Всего в рамках северного завоза в Амдерму необходимо доставить 1300 тонн дизельного топлива и почти 8 тонн бензина. Нефтяники проведут в Наринмаре экологическую акцию. Компания «Зарубежнефть. Добыча Харьяга» готовит в столице Ненецкого округа экологическую акцию, приуроченную к празднованию Дня образования округа и Дня работников нефтяной и газовой промышленности. Нефтяники высадят деревья и откроют новую детскую площадку в Наринмаре. Площадка и зеленые насаждения будут располагаться между домами 31А и 33Б по улице Ленина. Как отметили в компании, работы по благоустройству территории завершаются. У старейшей конструкции демонтированной ведется установка современной игровой площадки, замена покрытий и ограждений. Дополнительно будут установлены новые лавочки и урны. Сооружения прошли предварительную проверку и соответствуют действующим нормативам. По окончании работ все имущество и документация будут переданы городу. В ходе экологической акции будет посажено 41 дерево и 45 пустарников. Как отмечают участники Харьягинского СРП, в этом году социальный проект посвящен Году экологии в России. Компании, занимающиеся освоением Харьягинского месторождения, давно стали надежными партнерами округа в реализации проекта в социальной сфере. В очередной раз видим результат наших совместных усилий. И я благодарен коллегам-нефтяникам за вклад, который они вносят в развитие региона, отметил глава Ненецкого округа Игорь Кошин. Фестиваль с уличным размахом В Ненецком округе завершился фестиваль «Арктическая скрепка». Три дня жители региона знакомились с жанрами театрального уличного искусства. К состязаниям готовы. Пять жителей Ненецкого округа отправятся на спортивный фестиваль для людей с ограниченными возможностями здоровья «Пара Крым-2017». Жители Заполярья станут участниками Всероссийского спортивного фестиваля «Пара Крым-2017». Пять представителей Ненецкого регионального отделения Всероссийского общества инвалидов отправятся в город Евпатория для участия в спортивном фестивале для людей с поражением опорно-двигательного аппарата «Пара Крым-2017». В этом году фестиваль соберет 500 человек из 60 регионов России. Средства для поездки второй год выделяет Ненецкая нефтяная компания по инициативе губернатора. В прошлом году окружная команда привезла две медали – бронзу за настольный теннис и серебро по женскому пауэрлифтингу. В этом году команда также настроена на победу. Участники фестиваля, призванного развивать занятия спортом у людей с инвалидностью, будут соревноваться в пяти дисциплинах – дартсе, легкой атлетике, настольном теннисе, пауэрлифтинге и плавании. Также пройдут мастер-классы по параолимпийским видам спорта, пробная сдача нормативов ГТО для инвалидов и различные досуговые мероприятия. Первый такой фестиваль состоялся в 2007 году. До 2014 года местом его проведения был город Сочи, а с 2015 года фестиваль перебрался в Крым. «Пара Крым» проводится при поддержке Минспорта и Минтруда России. Спортивный праздник пройдет с 4 по 10 сентября. В Наринмаре завершился фестиваль уличных театров «Арктическая скрепка». Выступления артистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Самары и Ярославля стали настоящим праздником для детей и взрослых. На протяжении трех дней они веселились и знакомились с искусствами разных жанров – акробатикой, пантомимой, ездой на уницикле, карнавальными танцами. И даже погода в столице Заполярья не испортила настроение артистам и участникам фестиваля. Погода в субботнее утро скорректировала все планы. Второй день фестиваля уличных театров «Арктическая скрепка» с площади Маратсей переносится во Дворец культуры. Организаторы в спешке настраивают технику. Артисты спокойно репетируют. Мне лично для хорошего выступления нужно просто большая площадь, пространство и дети. И чтобы все отошли, не мешали, и мы найдем чем с ними заняться. И будет весело, рок-н-рольно. Веселье началось прямо в фойе первого этажа. Звук пластиковых бутылок заполнил буквально все пространство. Это артисты готовят зрителей к масштабному карнавалу. От бутылок маракасов не отказались даже взрослые. На лице немного растерянная, но довольная улыбка. Такого творческого безумия в Наринмаре и еще не видели. И пока неизвестно, чем оно закончится. Одна из главных задач фестиваля уличных театров – вовлечь в действие как можно больше народу. И кажется, у этих артистов все получается. Концентрация улыбок на один квадратный метр зашкаливает. Здесь каждый становится артистом и участником перформанса. Когда зрители разогреты и готовы к восприятию еще неизведанного искусства, уличные артисты увлекают их на второй этаж. Карнавальное шествие начинается. Под звуки зажигательной самбы танцевальный па делает даже самый немузыкальный человек. А когда мастер-класс проводят профессиональные танцоры, удержаться просто невозможно. Мы немножечко не заморожены. Нас нужно расталкивать, нас нужно зажигать этот народ наш. И мы будем ближе к нему. Расскажи, как тебе праздник? Супер! Что тебе нравится? Все нравится! Посмотреть на искусство уличных артистов приехали зрители со всего округа. Ведь такого масштабного зрелища в регионе еще не видели. Очень нравится. Недавно пришли, приехали из Красного, поселка. Очень много впечатлений, очень нравится, очень весело, хорошо. Ну, просто супер! Конечно, программа фестиваля рассчитана прежде всего на детей. Они – главные виновники этого праздника. Впереди школьные уроки, домашние задания и ответственные экзамены. Поэтому дозу положительных эмоций нужно получить сегодня. Застенчивые мимы, изящные акробаты и веселые клоуны захватывают сразу и бесповоротно. Такова задача уличного артиста – расположить зрителя в любых условиях. Все артисты были уже готовы к тому, что пойдут по улице, по лужам. Вот если нам сказали, что будет снег, мы бы все равно пошли. Даже если бы ваши жители смотрели на нас и с окон, и просто махали, мы бы все равно пошли в этот дождь. Живое театральное представление разворачивается и на главной сцене Дворца культуры. Здесь жители Заполярья знакомятся с искусством пластического театра. Выступления артистов Арктической скрепки стали грандиозным событием в жизни Наринмара после летнего затишья и лучшим подарком для детей в начале учебного года. Как говорят гости фестиваля, с полученными улыбками, эмоциями и новыми впечатлениями пережить заполярную зиму будет намного легче. Такова информационная картина этого дня. Мы следим за развитием событий. Увидеть новости можно также на нашем сайте по адресу trksever.ru Далее смотрите прогноз погоды.